Здравствуйте! В эфире прямой разговор с вами Олеся Акинфеева. Вся правда об инсульте. Так обозначим нашу сегодняшнюю беседу с заведующей неврологическим отделением Серпуховской ЦРБ Татьяной Скобелевой. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Добрый день. Татьяна Юрьевна, скажите, вообще предсказать инсульт можно за несколько лет? Вот есть какие-то такие тревожные сигналы, на что нужно обратить внимание? У пациентов с риском развития ишемического инсульта, конечно, существуют хронические заболевания. И когда люди об этих заболеваниях знают, они должны понимать, что если они не будут правильно лечить свое это заболевание, то риск развития инсульта у них бывает достаточно высок. Но основные люди, которые как бы категория и нам известны, да, это люди с гипертонической болезнью и с сахарным диабетом. Конечно, болезней перечислять много, а те, которые могут приводить, но основная масса населения, которая знает о каких-то заболеваниях, для них всегда на слуху артериальная гипертензия, да, потому что все знают, что такое тонометр, что померить такое давление, что когда оно высокое, это плохо. Но не все стремятся его лечить и начинают свой процесс лечения только тогда, когда уже жареный петух клюнет, да, когда становится им как-то плохо. Вот. Ну, вторая часть бывает, когда выявится на медосмотре, когда какой-то все-таки врач скажет, ну, вы там молоды, обратите внимание. Вот. И пациенты с сахарным диабетом, они тоже понимают, что сахарный диабет, он ведет к определенным осложнениям, в частности осложнения со стороны сердечно-сосудистых поражения сосудов, как головного мозга, так и сердца, почек, ну и других всех. Вот. И они, конечно, в большой группе риска по развитию инсульта. Вот сейчас в сети появилась информация, что в зоне риска находятся и люди, которые переболели ковидом. Это правда или нет? Ну, они в зоне риска наступают с того момента, когда заболевают ковидом, да, потому что у самого вируса, он тропен, так скажем, к сосудам, и риск тромбоэмболии развивается уже с того момента, когда они заболевают. И поэтому врачи уже на первых моментах борются именно так называемой гиперкоагуляцией, чтобы не развились тромбоэмболические осложнения во время заболевания. И даже после того, как пациент выздоравливает и его отпускают домой, еще на определенное количество, там до трех месяцев, им назначают антикоагулянты. Они принимают, потому что риск развития тромбоэмболических осложнений у тех, кто уже выписан, кто как бы клинически считается выздоровевшим, достаточно высокий. А опасно пониженное давление? Вот вы упомянули, что высокое давление. Люди с низким давлением, конечно, в меньшей степени, именно просто как гипотоники в группе риска по инсульту, в частности по ишемическому инсульту. Но есть понятие, так называемый, как гемодинамический вариант ишемического инсульта. Это когда внезапно происходит какое-то падение давления, нарушение микроциркуляции, и идет замедление кровотока, что влияет на то, что риск развития тромбообразования гораздо выше, потому что ток крови меняется, и, соответственно, это может перевести. Но все-таки это в меньшей степени, чем люди с гипертонической болезнью. Кто больше подвержен, мужчины или женщины? Смотря к чему. Все инсульты, они так грандиозно делятся на две группы. Ишемический инсульт, это когда происходит просто перекрытие сосуда, и участок мозга не получает кровотока. Как говорят, инфаркт мозга, он сродни инфаркту сердца, инфаркту миокарда, то есть перекрывается сосуд, и часть клеток головного мозга, или там сердце, не получает крови, и начинается смерть этого участка. Вторая группа инсультов – это геморрагические инсульты. Это происходит разрыв сосуда, чаще всего, конечно, это на высоком давлении, и происходит излияние крови из этого сосуда в вещество головного мозга. Вот мужчины больше все-таки страдают геморрагическим инсультом, потому что мужчины чаще работают в ночные смены, чаще тяжелые работы выполняют. Плюс мужчины все-таки меньше любят лечиться, принимать таблетки, но они же все-таки у нас джентльмены и такие вот воины. И поэтому это только уже на каких-то таких стадиях, когда уже появляются тревожные звоночки, мужчины начинают принимать препараты, и то бывает, что не всегда правильно. А длительно текущая гипертоническая болезнь, она приводит к поражению сосудов, и в какой-то момент они становятся не такими эластичными, не могут реагировать на какие-то изменения в физическую нагрузку, на психологическую нагрузку, и могут при высоком давлении, при скачке высокого давления… Или стресс какой-то, да? Стресс, да. Ну, наша жизнь сейчас у многих стрессовая. Они говорят, в очереди в магазине стоим, уже стрессуем, почему вторую кассу не открыли. Да, да, и в этом в том числе. Поэтому, конечно, вот у мужчин чаще геморрагический инсульт. Все остальные женщины, но все-таки начиная, наверное, с возраста 60 лет и старше, даже ближе к 70, у них развивается ишемический инсульт, но, как правило, это уже все-таки осложнение существующих заболеваний. Но инсульт молодеет. Вы знаете, столько знакомых, там, 40+, и они уже пережили это заболевание. Действительно так? Действительно. Во-первых, сейчас, как бы, наше население, оно изначально уже не такое здоровое, как было, там, скажем, даже, наверное, 10 лет назад. Многие уже молодые девушки, да, у них там ставят диагнозы вегетососудистой дистонии. Потом сейчас очень тревожная ситуация, начиная там со школы, да. Сначала они там ЕГЭ переживают, дети, потом там обучение в институте, какие-то поездки, не все могут, да, там, жить непосредственно возле института. Потом много уже имеют какие-то заболевания уже в детстве, или, там, скажем, в юношеском возрасте. И когда они подходят, там, к возрасту 40 лет, конечно, у них что-то уже появляется, начальные признаки артериальной гипертензии или какие-то там наследственные, потому что сейчас хорошо работает гинекология, акушерство, многих детей выхаживают, и они выживают, но здоровье у них не всегда на 100%. То есть это такой, получается, накопительный эффект? Ну, наследство, ну, это накопительный такой, если брать вообще глобально, так скажем, в планете, если брать вообще всю планету, то есть не зря это, в общем-то, такая мировая проблема, и существует сообщество борьбы с инсультом, борьбы, там, с сахарным диабетом, да, то есть вот считается, что все-таки если правильно вовремя ставить диагноз, выявлять это заболевание, лечить его, то риск развития любых осложнений, не только там инсультов, любых там сердечно-сосудистых, того же и сахарного диабета, то есть с ним можно жить достаточно долго и дожить до старости, и там умереть от естественной смерти. Татьяна Юрьевна, как все-таки распознать инсульт? И до сих пор существует понятие вот этих золотых трех часов, да, можно спасти человека, да? Да, мы проводили практически уже, наверное, лет пять, проводили занятия, проводили даже не занятия, лекции мы читали на предприятиях города, был у нас даже такой проект, мы пытались там даже активно внедрить вот этого чтения, но нас выбило из колеи коронавирус, когда посещение предприятий стало закрытым, и мы не смогли доносить до людей о том, что нужно приходить все-таки на диспансеризацию, относиться к медосмотрам все-таки неформально, получив, пройдя какие-то исследования, в конце у доктора спрашивать, доктор, у меня там все хорошо, на что мне обратить внимание, к какому мне специалисту еще узкому сходить, да? Мы рассказывали людям о том, что вы должны сами увидеть, ну, понять, какие показатели, да, потому что, в принципе, знать, что такое холестерин, что такое глюкоза, какие нормальные цифры артериального давления, ну, это должен знать там, ну, практически даже и школьник, да, потому что у каждого школьника есть мама, есть бабушки, там, дедушки, ну, то есть какая-то пожилая, а может быть, даже и не пожилая, там, часть родственников, и когда они знают, что спросить на диспансеризации, на медосмотрах, они уже могут понимать, есть у них какие-то риски или нет. Та категория людей, которые уже страдают, которым уже установили эти диагнозы, да, они должны понимать, то есть если они все правильно соблюдают, контролируют там давление, контролируют сахара, ну, там, любые там, да, какие-то свои относительно заболевания, показатели, они должны знать, что может случиться. И тогда мы рассказываем, какие бывают первые признаки инсульта, чтобы в том же автобусе или там на вокзале, или в той же очереди, да, в магазине, когда мы стоим, и когда какому-то там человеку становится плохо, чтобы мы не стояли в стороне и думали там, как у нас почему-то принято считать, что он там либо пьяный, да. Пьяный, в состоянии алкогольного опьянения, потому что это похоже по внешним признакам, да? Ну, чаще да, как бы, вот, и чтобы вовремя вызывали скорую и не проходили мимо. И основные признаки, которые, это нарушение речи, асимметрия лица и слабость в руке, в ноге, или в одной, или в другой руке. Мы показываем картинки, то есть как это выглядит, ну, чтобы люди понимали, что значит там асимметрия лица, когда опускается угол рта, когда человек начинает разговаривать, как будто у него там каша во рту, орехи, да, или иногда он вообще ничего не произносит. Причем сам человек не понимает, что он так говорит. Ну, иногда понимает, а иногда идет такое нарушение речи, что он не может высказаться, он произносит какие-то обрывки фраз, букв, которые люди, ну, не знающие о том, что это вот такое нарушение речи, а не просто он там прикидывается, или там он напился и не может там внятно что-то сказать. А вот они видят и сразу понимают, что это случилось. И отсутствие или слабость движений в руке и в ноге, мы просим всегда, самое простое, поднять руки перед собой, то есть выставить, да, и по опускаемой одной из рук или ног мы видим, что в одной руке или в руке и в ноге с одной стороны движения ограничены. А, ну, то есть они на одном уровне, допустим, держат руки, да? Когда мы вытягиваем руки, да, мы держим их симметрично и можем удерживать какое-то определенное время. У людей с инсультами чаще всего, мы говорим о классических случаях, а не о тех, в которых там может разобраться только уже специалист-невролог, рука начинает потихонечку опускаться, либо он совсем эту руку не может поднять. Чаще всего это бывает по одной стороне, то есть там левая рука, левая нога, там или правая рука, правая нога. Но бывает, что они не всегда симметричны, допустим, слабость в руке больше, чем слабость в ноге. Ну вот хотя бы, если вы видите там два даже таких признака, плохая речь, слабость там, например, там в руке или в ноге, то, конечно, не нужно заниматься там самолечением, доставать там свои таблетки и пытаться оказать помощь на месте. Вы оставляете человека там, где он есть, вызываете 0-3, и вот это золотое правило, оно включается. И это не важно, но в магазине, понятно, скорая приедет. Если вы это видите с домашними, что такое произошло, то тоже не нужно думать, сейчас положим на диван, нальем ему там чайку, дадим таблеточку от давления, и он там завтра к утру будет абсолютно здоров. С того момента, как вы его оставляете дома, вы его обрекаете на, ну, фактически на какую-то инвалидность в той или иной степени, потому что он теряет эти 3 часа. Для чего они нам нужны? Пациент поступает в нашу больницу, в любую больницу, да. Ему проводится компьютерная томограмма головного мозга, и на этой томограмме мы выявляем, какой из инсультов там есть, кровоизлияние или ишемический инсульт. Если это ишемический инсульт, как правило, это тромбированный сосуд, есть препарат, который рассасывает вот этот тромб, и тем самым мы в кратчайшие сроки восстанавливаем кровоток в поврежденном участке. А это значит, что клетки не успели погибнуть, и мы в тот момент, когда они еще собирались там умереть, мы им восстанавливаем жизнь, и человек выходит либо вообще без какого-то дефекта двигательного там или какого, вот, и либо с минимальным. Поэтому каждый раз, когда поступают там дедушки и бабушки, мы спрашиваем, ну что же вы ждали, вот, ну скорая же есть, вот, ну вы же там, допустим, уже и имели, или там знали, родственники у вас были. Ну вот я думала, что все пройдет, или думала. То есть, в принципе, самая главная, первая помощь, это просто вызвать скорую. Да. Если вы это обнаружили, ни в каком случае не заниматься самолечением. Абсолютно. Может быть повторный инсульт? Может быть. Потому что заболевание никуда не уходит, да. Ну, мы как бы изначально сказали, что, ну, у здоровых прям вот совсем, это все-таки гораздо реже бывает, да. Бывают там какие-то стрессовые ситуации, когда возникает резкий там базоспазм, и он там приводит к этому. Но все-таки чаще, процентов там 90, это пациенты, которые уже имеют какие-то заболевания. И инсульт – это осложнение этих заболеваний. Поэтому, если мы в первый раз, когда это случается, у нас есть шансы ему помочь, и минимальные повреждения происходят головного мозга, то последующие инсульты, они как рубцы на коже, оставляют вот эти либо рубцовые, либо образуются кисты, то есть такие дырки, заполненные там жидкостью, они уже не выполняют той функции головного мозга, которую выполняли клетки, которые погибли. И, конечно, каждый следующий инсульт, он в свою копилку уже добавляет все какого-то нового, нового там отрицательного в здоровье человека. И получается, что переносится он тяжелее уже повторный? Чаще – да. В чем заключается реабилитация после инсульта? Реабилитация фактически начинается с первых суток поступлений. То есть вот мы, когда пациенты наши поступают позднее, на этих четырех часов, мы так смеясь, говорим, что мы вас уже теперь не лечить будем, а реабилитировать. То есть лечит только первые три часа, да? Ну нет, это как бы такое понятие. Лечит, естественно, все там 24 часа и все дни, которые она бывает. Но мы начинаем восстанавливать двигательные функции. То есть мы поднимаем пациентов, мы заставляем их ходить. Конечно, все зависит от тяжести, состояния. Это там многие нюансы. Но фактически упражнения, пускай там дыхательная гимнастика, если он совсем лежачий, лечение поворотами, правильное положение конечности в кровати. Это многое, что влияет на дальнейшую судьбу. Потому что все видят, как выглядят пациенты с инсультом. Они узнаваемы на улице, с палочками, с ногой, которой они там подволакивают, рука, которая бывает, либо просто висит, либо на перевязи подвешена. Поэтому в зависимости от того, как быстро мы начинаем реабилитационный, и потом, когда заканчивается курс медикаментозного лечения, мы отправляем их в дальнейшие реабилитационные центры, где проводится уже реабилитация на аппаратах, с инструкторами ЛФК, с определенными устройствами, и компьютеры, и платформы. То есть в зависимости от того, какой он сойдет, такие упражнения с ним проводят, чтобы вернуть человека в строй, чтобы он мог самостоятельно себя обслуживать. Другие вернулись обратно на работу. То есть, чтобы они не были обузы и инвалидами. А сколько может уйти времени на вот это возвращение в строй? По-разному. Считается, что, в принципе, самое яркое восстановление идет где-то в течение полугода. Потом, конечно, собираются уже крохи, но, в принципе, все наши пациенты с инсультами, они занимаются все годы свои после перенесенного инсульта, потому что, как гимнастика у спортсменов, чуть перестал заниматься, и рука стала слабее, и нога хуже ходит, и речь там нарушается. Поэтому фактически они потом, просто они уже обучаются, занимаются это самостоятельно, на дому, гуляют, выполняют упражнения, кто-то посещает тренажерные залы. Но если не заниматься реабилитацией, это однозначно инвалидность? Ну, не однозначно, все зависит от того, какой был исходный уровень, потому что по двигательным нарушениям, то есть по вот этой слабости в руке и в ноге, различают разные степени. Легкий, умеренный, глубокий, и совсем когда отсутствует движение в руке и в ноге. Поэтому от исходного, от того, с чем человек приехал в реабилитацию, конечно, получается и исход. Кто-то восстанавливается полностью, кто-то восстанавливается частично, но он абсолютно способен дома выполнять все упражнения, все домашние задания, походы в магазины, ну вот полностью, да, но с какими-то определенными условиями. Он может это делать дольше, ему может быть чуть-чуть сложнее, он может говорить там медленнее или немножечко непонятно, но в принципе, в целом его понять можно. Ну и есть, конечно, категории, мы не говорим, что иначе бы не было бы столько инвалидов, тех, у которых сложно восстановление, потому что исходные заболевания, они сильно влияют на наше даже лечение. Если человек длительно болел, то, конечно, все наши препараты не всегда имеют ту точку приложения, которую мы бы хотели. Когда сосуды повреждены, мы не сможем протянуть новые сосуды, широкие, с хорошим кровотоком, поэтому приходится уже, как говорится, в условиях тех, которые есть. Пациенты вашего отделения, вот сейчас на данный момент, это люди с какими заболеваниями? В основном, конечно, ишемические инсульты. Их всегда больше. В процентном соотношении где-то в среднем две трети это ишемические инсульты, и треть приходится на геморрагические инсульты. Я промониторила и бросила клич среди знакомых, чтобы вы спросили у невролога. И вот поступили такие вопросы. Давайте мы так быстренько я вам задам их, а вы ответите, насколько это возможно. Вот что делать, если очень часто дергается глаз? Ну, в первую очередь, когда, конечно, к неврологу с этим приходим, мы спрашиваем про стрессовые ситуации. Стрессовые ситуации дома, стрессовые ситуации на работе, как человек пытается решить эти вопросы. И, безусловно, с таким вопросом нужно обращаться всегда к врачу-специалисту, потому что стрессы стрессами, но бывают и заболевания реальные. Поэтому невролог в процессе разговора он наблюдает пациента, он видит свою специальную симптоматику. Если он в этом дергающемся глазе видит какую-то все-таки неврологическую, так скажем, природу, тогда он отправляет этого пациента на дообследование, на специальное лечение. Поэтому дергающийся глаз, это, конечно, чаще всего все-таки такая, скажем, ситуационно-стрессовая ситуация, но бывает, когда это, конечно, неврологическое заболевание. Если постоянно кружится голова, что делать? То же самое. Начните с доктора. В любом случае, уголокружение, это можно прям отдельной темой рассказывать, потому что голова окружение бывает при разных заболеваниях. При заболевании уха, при заболевании слухового нерва, при заболевании головного мозга. И каждый раз будет своя симптоматика, свое лечение. И под одну гребенку, ну, как у нас обычно, да, бывает, там, дайте мне таблетку от кашля или там от головной боли в аптеке. Поэтому лечить голова окружение, конечно, нельзя. Голова окружение, это не дергающийся глаз. Это все-таки более такой, ну, серьезный признак. И поэтому надо начинать со специалистом. И третий вопрос. Анимеет левая часть головы, очень болит такая ноющая, постоянная боль. Насколько опасна такая головная боль? Что делать? Ну, вообще все жалобы, которые возникают у человека, мы всегда делим на так называемые, на зеленые флаги и красные флаги. Да, голова болит у нас, ну, у многих. Только она бывает болит, там, раз в месяц, раз в полгода, а у кого-то она болит, там, ежедневно. Поэтому если вы в своем состоянии, вот вы, там, прожили какой-то период жизни, и вдруг вы поняли, что последнюю неделю вы часто думаете о том, что болит голова, болит шея, то, конечно, это такой признак, что нужно все-таки дойти до специалиста. А если у вас голова всегда болела, но вдруг она стала болеть по-другому, или появилось действительно какое-то там головокружение, анемение, что-то еще добавилось, то это является таким красным флагом, что у вас что-то изменилось, это повод, ну, как бы посетить врача. Почему я все-таки активно говорю, что сейчас очень многие люди читают интернет, находят у себя все признаки, начинают там лечиться, и приходят там уже со списком лекарств, которые они уже прополучали. Ну, как правило, просто обезболивающие, на самом деле. По-разному. Люди все продвинутые, вот, интернет доступен для многих, поэтому многие углубляются, приходят уже и с обследований, со всеми анализами, то есть, в общем, подготовлены. Поэтому все-таки призываю обращаться, начинать со специалиста. Это поможет не тратить деньги на лишние, ну, исследования, которые они проводят самостоятельно, ставя себе там диагнозы по интернету. И, во-вторых, все-таки это кратчайший путь для того, чтобы поставить диагноз, нежели методом тыка, заниматься домашней диагностикой, а потом уже в конце приходить к врачу. В общем, идем к врачу. Все, кто задавал вопросы, кто мне писал, кстати, вот про дергающийся глаз самое большое количество именно было вопросов. Татьяна, спасибо вам за сегодняшний эфир, и до новых встреч. Вы тоже, пожалуйста, не болейте. Спасибо, и вам здоровья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова